Прежде всего хочу поблагодарить вашу группу, вас лично. Уважаемые домофиалки за приглашение, очень приятно со всеми лично познакомиться. Одно дело виртуально, а другое сделано, как с него пообщаться. Постараюсь быстренько. Сначала краткий обзор о сорта в текущего года. Черво Наруто и с таким забавным названием Лилон Лилап привезла с тобой показания живую. Здесь показано цветение в других условиях, при прохладных и при нормальных. Точно так же, да. Это не портит. При прохладных условиях белая кайма шире, выразительнее. При нормальных условиях высоких акварельные носочки более растянутые. Но и в таких условиях, и в таких растениях выглядит достаточно интересно. Неплохо себе зарекомендала на выставке. Черво Наруто у меня любимчик. Идеальная розеточка. Красивая пестролистность. Здесь немножко оттенок неверный перед, но там действительно реальный красный цвет. Кроваво-красный красивый оттенок. Далее. Тоже любимчик Зюбер и Шилье. Образец. В честь нашего города. Пестролистник. Родная розетка. Цветок при открытии вроде бы так небольшой валанчик, но по мере роста, роспуска самого цветка, вот этот вот рюш настолько увеличивается. И сам цветок в процессе роста, ну и добавляется именно вот такой вот жабо. Значит, серия горошков. Спокойной ночи. Персеиндрю и Вахова. Вот. Спокойной ночи. Крюшки, если можно, свеку. А вы снимаете все крюшки, а? Или название не скажете? Нет, название перекрыть. Нет, розыгры. Вытащите. Спокойной ночи. А бордовый? А бордовый как? Пока нет. Бордовый как называется? Здесь спокойной ночи? Свекруня. Суббавный сон. Суббавный. Суббавный. Горошковая серия. Бакула. 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 Миночка, спокойной ночи. Вот там, наверное, дышишь. Нет. Нет. Персеинца горошковая серия. То же самое. Немножко температурно зависимый. Чем прохладнее, тем больше белого поля. Чем теплее, больше. Цветной. Но это не порт с растениями. Не в тех температурных условиях. Далее. Я уже показывала сорт с названием свекруня. Вот. Кремовый пестролистник. Цветочек не крупный. Но в комплекс смотрится очень симпатично. Калипсо. Серия розочек. И керри. Значит, цветок в прогладных условиях всегда держит розочку. В жарких условиях и при нормальных немножко раскрывается. Но отрицательных воздухов не слышала. Здесь очень интересный оттенок. Керри. Розетка ровная. Да. Еще. Хочу обратить внимание на два сеянца призрак оперы. Да. Вот. Что название, что цветок. Температурно зависимый тоже. Чем прохладнее, тем будет меньше фоксивый тканчик. Чем теплее, тем этот ткан будет шире. Ну, вот это при нормальных условиях. 24-25 градусов. Вот такое вот цветение. А вот этот желтый фон, он? Да. Вот он поначалу вот такой действительно кремово-желтый. Потом растягивается вот в белый цвет. Не знаю, обращала внимание. Ну, и рыбачка Соня тоже из нашего города. Вот. Сам цветочек. Так же самое тут представила два варианта цветения. Жаркие условия, прохладные условия. Чуть больше белого, чуть меньше белого. Но в том варианте смотрится хорошо. Сырья полумини. Клубничный капкейк. Вот. И спорт этого сорта. Достаточно интересно смотрится. Очень нежный. Это розетка 18 сантиметров где-то, да? Да. Там меньше розетки. Меньше. Но не больше. Нет, не больше. Две полумини. Оставила за счет формы. Кроновая пестролесность. Розочка. С очень интересным затемнением. Практически в черный цвет уходит к центру. Небольшой рожь. И такой же вот в паре. Такой вариант. Здесь прям. Нет. Не приставлю. Тандем. И мерси. Здесь немножко цвет. Мерси. Перевезла. Вот. Светочки мерси. 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 Тандем. Маленький. Аккуратный. Такая пара. Хлопчик. Девчинка. Миниатюра. Миниатюра. И веки. Миниатюра. Нет. Я не привезла. Хочу отметить отдельно. Это самое маленькое растение в моей селекции на данный момент получилось. Размер розеточки 9 см. Вот. Растение именное. Подарок на день рождения. Вот. Ну и всем. Да. Мои Виктории. Мои коллеги. Вот. И всем Викториям, которым придется по душе. Далее хочу остановиться на малышках. Полу мини. На следующий год. Ну отбирала по цветовой гамме. Да. Чтобы был интересный оттенок. Здесь действительно такой вырвиглазный синий цвет. Аж темное-темное бордо. Нет. Один рукав привезла. Очень понравился оттенец этот 32-29. Вот такая интересная форма цветка. Тоже синюшный. Синюшный фиолет. Практически не присутствует оттенок. И 42-4. Да. Вот. Если можно достать. Это его очень наоборот на банке. Да. Тоже кроновая быстролезность. Достаточно милый. Очень мне понравился вот этот синий. Цвет здесь не получился. Он наполнено красного цвета. Тонкая-тонкая карандашная белая кайма. И очень такая розеточка. Такой медный. Рыжемедный. Действительно вот реально как она есть на фотографии. Рыжемедного оттенка лепесточек. Здесь тоже цвет один в один похож как в жизни так и на фотографии. Цветочек достаточно крупный. Тонкая-тонкая белая каемочка. Тоже пока на проверке. Это на следующий год. Далее я хочу обратить ваше внимание на серию. Это будет. Сейчас они пока как полуныние. Но это будет малый стандарт. С белой листвой. Серия вся. Не вся кроме одного. Она с махровыми цветочками. Вот этот сеянец привезла 43-2. Вот он. Как показать цветочек. Очень крупноцветовый. Надо. Не стешить. Как информативнее было. Да. На достаточно аккуратной розетке. Очень светлый изумрудный лист. Светло-зеленый. Но конкретно касательно вот этого. Вот такие вот нежные цветы. Малый стандарт. Малый стандарт. Ну на данный момент. Ну красиво. Но думаю будет малый стандарт. Потому что судя по листовой пластине все таки. Это тоже на геол листве. У меня был сорт чайная роза. Пестра листник. Вот. Перенесла на геол листву. Это все. Вся эта серия вот сейчас при нормальных условиях. То есть она так и будет. Не в прохладе. Дальше вот несколько стандартов хочу остановиться. Этот отложила. Потому что понравился очень. Вроде бы синий беленький. Много. Но он настолько цветной смотрится в букете. Тут и фиолетовый оттенки. Зелевовый. То есть точно такой вот сортантинный получился. Коралловый. И очень крупный сверховый. Розовый с тонкой белой каймой. К этой же серии. Малый стандарт. Компактная розетка. С крупными цветами. Тоже для меня новое направление. Сеянцы на листве. Мериполе. Колокольчик. Лиловый. И сиренево-синий. Первое цветение. Сразу шапочку дает. На каждом цветоносе там. Три, пять, шесть цветочков. За счет этого получился сразу эффект в шапке. Вот. Это только первый посев. Впереди еще. Есть еще наработки. Думаю, что там будут интересные варианты. Но пока вот отложилось. С этого посева вот два таких цвета. Ну и в заключение хочу остановиться. Вот еще на таком стандарте 39.1. Вроде бы белых у меня много. Но вот этот вот все-таки настолько махровый. И ушастого у меня еще не было. Синий глазок. Зеленая рубашечка. Очень крупноцветковый. Ну действительно цветы пиончики. Прямо. Мне очень понравился. И в заключение три пестролистника. Цвет здесь не попал. Он действительно красный. Красный с тонкой белой каймой. Такой вот розовый оттенок. Ну и вот такие розы. Ни в тепле, ни в холоде. И цветочек не открылся. Так и сохраняет кремовый. Нежный кремовый. Тонкая легкая пропитка розовая в центре. Зеленая околочка. Рубашечка. Здравствуйте. 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 Здравствуйте.